Пацан Тре, всем привет! И это юбилейная 10 серия нашего пути фермера. Кажется, я снова наступаю на одни и те же грабли, да, которые у меня висят на спине, и собираюсь уже в который раз испытать свою удачу. Бро, не забудь, пожалуйста, поставить лайк, чтобы видос продвигался, также не забудь подписаться. И погнали! Короче, вне серии я решил поскупать немного ларцов дальнобойщика, чтобы сегодня их открыть. Скупал я их в основном в лавке на базе в Лас-Вентурасе, ну, иногда, как вот здесь вот, покупал с рук. Но, конечно, это выходило чуть подороже. Также я успел и немного поработать на новой фуре, если кто еще не тестил, то вот. За один рейс со всеми семейными и так далее бустами платят по 700 тысяч. Это, естественно, за топливо и оружие. Продукты ценятся куда ниже. Ух, ребят, по-моему, сегодня максимально идеальный день для того, чтобы пооткрывать ларцы. Просто посмотрите, настолько голубое небо, и я уже вижу ту самую фуру, которая мне сегодня выпадет. Пока что у меня не особо много ларцов, всего 169. Я думаю, докупить еще примерно соточку, чтобы шансы немножко повысились. Но для начала надо, конечно, расчехлить все свои кошельки. По-моему, у меня на депозите, да, не особо много денег, всего 6 миллионов. В принципе, ладно, лишними не будут, снимем пятерочку. Также по-хорошему достаточно курсу продаем все свои биткоины, практически 2 тысячи. И с этого забираем 55 миллионов. Теперь, конечно, главное найти хотя бы соточку ларцов. И вот тогда-то их можно будет открывать и хотя бы на что-то рассчитывать. Потому что 160 это маловато. Да, на весь центральный рынок я нашел всего 2 ларца. Да уж, я, конечно, не хотел этого делать, но походу придется. Вот поэтому, ребят, я и не хотел сюда прилетать, потому что вот такие вот ценные на ларцы дальнобойщика здесь. В переводе на наш сервер это по 850 тысяч за штуку. Нам это, конечно, не подходит. Вот по 7 тысяч это уже, да, это уже получше, но все равно давайте еще посмотрим. 7 тысяч на них здесь минимальная цена, но ладно, что ж уж делать. Не зря же я сюда прилетал все-таки. 271 ларец у меня сейчас на аккаунте. Я не знаю, хватит ли этого для фуры или нет. Может, можно что-то продать. Вон, например, рулетки. Ну, короче, еще на 18 штук на скреб. В принципе, уже практически 300 штук. Погнали обратно на кассу открывать. Вот, ребят, если мне сейчас не дропнется фура с 300 практически попыток, это будет настолько плохо, что я просто, я не представляю. Лучше об этом даже не думать. Поставьте, пожалуйста, лайк на удачу, чтобы она мне все-таки дропнулась, ребят. Ну и 289 ларцов. Погнали. Так, конечно, очень хорошо, что здесь достаточно часто падают зловещие монеты. В принципе, их уже можно будет продать. Пока что 30 штучек я уже открыл. Ну и, как видите, ничего, да, не падает. Опа, самый дорогой дроп пока что сироп майнера. Хотя, по-моему, зловещие монеты стоят даже дороже. 89 ларцов открыто, остается 200 штук. Пока что... Да, фурой даже не пахнет. Так, открываем дальше. Уже ровно 100 штук я открыл. Пока что ничего не дропается. У меня, конечно, в запасе есть еще 100 миллионов, но я не знаю, будет ли смысл, если мне сейчас с 300 не упадет. Почти 200 штук уже открыто. Остается 120 буквально ларцов. Есть! Сюда! Вольво 460, кстати, по-моему, не самая плохая фура. Блин, да вообще какая разница, плохая или неплохая? Это фура. Ладно, в принципе, у меня осталось 115 ларцов. Я думаю, что я их оставлю немножко на потом. Возможно, еще как-нибудь докупим и пооткрываем. Активируем нашу фурочку. Любименькую. Поздравляем с получением автомобиля Вольво 460. Только что мне написал Ромерыч и сказал, что эта фура стоит 330 миллионов. Конечно же, я в окупе, как иначе, но пока что я ее не буду продавать, естественно. Постараюсь как-нибудь поскорее получить вторую фуру и крафтить новую. Да, забыл сказать, ребята, интересно сейчас посмотреть, сколько вообще будет страховка стоить. Сначала на повреждения, например, на полгода. 2 миллиона 250. Ладно, окей. Так, на повреждения застраховалось, теперь на слет, например, навсегда. 7200. Нет, спасибо. Пожалуй, поставим месяца на 3. Ладно, надеюсь, все эти затраты окупятся и как можно скорее. Ну что, ребят, это мой первый рейс на моей новенькой фуре. Как видите, я немножко изменил ей внешний вид и поставил несколько спорт плюс деталек. Теперь у меня максимальная скорость 144. Я так думаю, что можно и побольше добиться. Но пока, в принципе, и так нормально. Как видите, да, пришлось немножко потратиться. Самое главное, ребят, это, конечно, взвесится даже на кастомной фуре. Ну и смотрим, сколько мне принесет моя новенькая фура за один рейс с топливом. Ну, кстати, 360 плюс 180, 540 тысяч. Получается, если взять еще и охранника на плюс к зарплате, то выйдет, я не знаю, 1650 вообще. В общем, начинаем нашу ночную смену. Ну что, ребят, всем доброе утро. И за эту ночь я все-таки не так много поработал на дальнобойщике, как хотелось бы. Заработал я примерно 4 или 5 миллионов и залутал 4 ларца. Результатик такой, средненький. Помимо этого, кстати, я опустошил наконец-то свой склад льна и хлопка. Естественно, я перевел все в охлаждайки. У меня было примерно 180 попыток. Ну и скрафтилось у меня примерно 80 штук. И, пацаны, с таким темпом производства охлаждаек мне скоро потребуется, наверное, уже третья майнинг-ферма. Поэтому так и запишем. Следующая цель у нас, третья майнинг-ферма. Сейчас, ребят, я собираюсь сделать то, что за все мои пути я еще ни разу не делал. Короче, объясняю ситуацию. У Ромерыча есть в инвентаре две кастомные фуры. И он уже несколько дней подряд пытается из этих двух фур сделать автоподбор и выбить одну фуру новую. Которая стоит примерно миллиард или даже полтора. На сегодня у Ромерыча есть 10 попыток этого автоподбора, но у него нет денег. Поэтому я любезно согласился занять ему 75 миллионов как раз-таки на эти 10 попыток. Ну и, конечно же, в любом случае, если он даже не выбьет эту фуру, он мне со временем их отдаст. Что не сделаешь все-таки ради другана. Все, он начал автоподбор, давайте смотреть, выбьет он за 10 попыток или нет. Станут ли мои деньги для него удачными? Пошла вторая попытка, я так понимаю, первая была неудачной. Минус две попытки. Пошла четвертая попытка. Старик, ты что-то как-то плохо, по-моему, работаешь у себя на компьютере. Давай-ка я попробую. Все, сейчас все скрафтится. Да, плакали мои денежки, ребят, походу. Но все равно, рано или поздно он выбьет эту фуру, я надеюсь, ее продаст. Все, капец. Не знаю, ребят, правильно ли я сейчас сделаю, но я подумал открыть все свои оставшиеся ларцы. Поскольку это уже следующий день и прошли примерно сутки с того момента, как я выбил вот эту вот Вольво. Возможно, сейчас подфартит и мы заберем вторую. Это будет просто гениально. Погнали, открываем. Будем открывать даже особо без каких-то пауз. Опа, поздравляйте меня, я 130 уровень. И пошла соточка ларцов. Я, в принципе, не так, наверное, сильно расстроюсь, если сейчас ничего не выбью. Но, конечно, может быть, стоило еще немножко подождать с этими ларцами. Остается 40 ларцов. 10, 5, все. Ладно, в принципе, по дропу могло быть даже похуже. У меня 55 зловещих монет со всех этих ларцов. И это примерно 27 миллионов. В принципе, неплохо, нормально. К следующей серии, ребят, обещаю подфармить немножко денег. Ну и на ближайшие серии ставим себе цель, во-первых, выбить вторую фуру, либо ее как-нибудь купить. И, конечно, приобрести третью майнинг-ферму, чтобы было куда девать мои охлаждайки. Не забудьте поставить лайк, ребят, и до скорого.